шалом дорогие друзья наша студия уазис медиа рады видеть вас и мы продолжаем наш разбор откровение и она богослова мы сегодня продолжим 17 главы на самом деле 17 18 19 главы 20 глава очень сложные места и здесь наверное мы будем поднимать больше вопросов чем давать больше ответа вместе с вами просто хочу наметить или напомнить вам то что говорю каждый раз когда разбираю эту книгу к откровению подходить к откровению к пророчеству как пророчеству это не буквально некоторые вещи можно интерпретировать в еврейских пониманиях как ты интерпретируешь сон так он и будет и на самом деле мы должны когда рассматриваем какие-то вещи интерпретировать их со значительной долей оптимизма потому что если мы верим что все под божьей рукою и мы самое главное в его руке то он располагает нашей жизни все так чтобы даже волос падающий с нашей головы был и считанными для какой-то цели это все связано и так 17 глава повторюсь мало чего здесь понятно но мы будем вместе накидывать какие-то идеи и будем размышлять пришел один семи ангелов тех у которых были 7 сосудов и заговорил со мною смотри я покажу тебе какая кара ждет великую развратницу это говорится о вавилоне сидящую у многих рек с ней развратничали цари земли и жители земли упивали с вином ее разврата затем он привел меня охваченного духом в пустыню я увидел женщину сидя вши сидевшую на красном звере покрытую покрытом кощунственными именами у зверя того было 7 головы 10 рогов то есть опять это образы совершенного зла женщина была одета в пурпурные и алые одежды она блистала золотом драгоценными камнями жемчугом в руке она держала золотую чашу полную мерзости и нечистот ее разврата на лбу у нее написано имя это но тайна бавель или вавилон великая столица мать развратниц и мерзости земли и увидел что женщина пьяна от крови народа божьего и так мы сейчас пытаемся разобраться кто такая это бавель женщина блудница и почему все на тех женщин не знаю на самом деле потому что по еврейской традиции женщина она сотворена более совершенно чем мужчине здесь давка вот почему-то женщина но не знаю почему и он пошел этим путем так видно показано ему было но вавилон великая столица мать развратницы мерзости земли я уже сказал в прошлых уроках что очень часто мы перекидываем всю ответственность на сатана на его служителей на злых ангелов на злых демонов на бесов и на прочее и таким образом все мы снимаем себя ответственность так это или не так но еврейской традиции существует такое понятие я говорил про него в прошлых уроках что когда господь бог сотворил ангелов сотворил их добрыми и человека сотворил потом мы знаем некоторые ангелы совратили со своего пути и стали теми про кого мы знаем исполняют опять-таки в божьем плане те роли которые он им отводит но еврейская традиция или мистическая мысль говорить такую штуку я не знаю я не уверен что я как так не отношусь или положительно ли отрицательно но идею сейчас поймете она говорит так что когда мы грешим когда мы делаем осознанно какие-то злые дела мы как бы порождаем каких-то злых ангелов дополнительных в этот мир потом в день суда эти ангелы становятся и осуждают нас перед лицом творца так это или не так не знаю но блудница великая это вина не столько бесов и сатана и демонов а это решение человеков это наш бунт против творца который порождает вот это зло которое становится тем ядом который просто висит в воздухе пронизывая все человечество и это нечто комплексное она влияет на нас на всех и она порождает все те стыки или столкновения между божьей праведностью божьим идеалом мира и вот этим вот бунтом и в результате возникают все вот эти катаклизмы несчастья проблемы которые иногда могут поднять любого под себя и помните еще когда-то приводит в пример притчу или рассказ о той башне которая упала и убила всех кто там был и сказал что думаете они были грешнее других нет но просто в этом мире запущена элемент этого зла и писание когда-то назвала его вавилоном я сейчас вас опять как бы обращаю к тем некоторым учением которые я давал по поводу борьбы вавилона и анти вавилона божьего народа который на основании израиля строится к нему прилегаются через ешуа машиаха все остальные народы и утвержденные духом святым и жертвой машиаха этот божий народ становится как бы анти вавилоном противодействующим этому вавилону над всем стоит господь который ожидает восстановление его воли на земле как она присутствует на небе это случится при втором пришествии господа еще но давайте пойдем дальше увидев ее не мог прийти в себя от удивления ангел сказал мне почему ты удивляешься я объясню тебе тайну женщины и зверя семью головами 10 рогами на которых она едет верхом могут я тебе объясню но вещи не становится проще после его объяснения зверь которого ты видел был а теперь его нет но он скоро выйдет из бездны и придет себе на погибели жители земли имена которых не вписанных не в книгу жизни со дня сотворения мира будут дивиться когда увидят зверя потому что он был его нет и он будет и вот некоторые это изнарпетируют о том что антихрист будет убит потом он воскреснет из мертвых и этим он тоже повлечет за собой людей так ли говорит этот текст я ничего не могу сказать здесь нужны ум и мудрость ну вот надо молиться чтобы бог нам всем дал ума и мудрости я пока никогда еще не слышал ясно четкого ответа многие рисуют эту ситуацию поясняя вот это тот или это тот давайте посмотрим вот пару дней назад умер сбегнев бжезинский некоторые его свое время называли антихристом кто-то киссингера называл антихристом вот дождемся пока он умрет воскреснет посмотрим думаю что это вещи о чем-то другом говорят мне непонятны семь голов это семь холмов на которых сидит а женщина некоторые говорят что москва сидит на семи холмах некоторые иерусалим на семи холмах вашингтон на семи холмах я думаю что 7 холмов можно найти в любом городе и здесь это опять-таки больше наверно не место расположения это больше структуры совершенного зла которые человечество само развила на базе материализма на базе эгоизма они же 7 царей которые уже погибли один есть а другой еще не пришел и когда придет ему недолго оставаться а зверь который был и которого нет он восьмой он из тех же что и 7 и семеро идет своей погибели 10 рогов которые ты видел это 10 царей которые еще не получили царство но вместе со зверем получат царскую власть на один час я слышал многие пояснения по поводу десяти стран евросоюза и может быть brexit англии сейчас о чем-то говорит еще расскажу я немножко далек от того чтобы манипулировать этими данными больше читаю эти слова для нашей души потому что наш ум если мы будем ходить страхи господним среагирует когда обстоятельства будут нам указывать на реакцию 10 рогов которые ты видел 10 царей которые еще не получили царство но вместе со зверем получат царскую власть на один час 13 стих 17 главы у них одна цель и свою силу и власть они отдадут зверю он будет воевать с ягненком ягненок их победит потому что он господ господ и царь царей вместе с ним будут те кто им призван им избран и кто ему верен он говорит мне реки которые ты видел у них сидит развратница это народы толпы племена и наречия вот кстати идея подтверждающая то о чем я говорил что вавилон или развратница это это мировое зло которое питается от национальных племенных личностных негативов грехов которые мы выпускаем из себя это 10 рогов которые ты видела зверь возненавидит раз развратницу разорят ее и оставят ее в ноготе они будут пожирать ее плоть и сжечь ее огнем то есть зло само себя будет пожирать и сатан который здесь представлен зверем или драконом который будет участвовать во всем этом потому что бог вложил в их сердце желание исполнить его замысел и в полном согласии между собою отдать царскую власть зверь до тех пор пока не совершаться божьи слова а женщина которую ты видел это великая столица которая царствует над царями земли 18 глава потом я видел с неба спускается другой ангел имеющий великую власть и земля озарилась его славы он воскликнул молочь могучим голосом пал пал столица великого вилон она стала пристанищем бесом притонов всяких нечистых духов притонов всех нечистых птиц притонов всяких нечистых и мирских зверей я слышал интересное мнение что один учитель его некоторые мессианские слушают он истолковывать и моменты указывая на саудовскую аравию говорят что вот это она великая блудница производящие себя много нефти с ней было додействует все цари и вельможи земли попускают ей рабство женщин попирание прав человека позволяют там совершаться всему вводя их них представителей в самые казалось бы гуманистические комитеты в оон и в юнеско потому что нефть и та сила которая стоит за ними подкупает всех интересно интересная мысль я не знаю насколько она верна но и она имеет право быть потому что ярым вином своего разврата на на напоила все народы земли то есть вино разврата нефть и цари земли развращены через ней купцы нажили свое богатство от избытка и роскоши я услышал другой голос небо говорящий народ мой покиньте ее чтобы грехам не быть причастными чтобы напасть напасти и у вас не коснулись потому что грехи и громоздятся до неба и вспомнил бога ее преступлениях так это или не так саудовская аравия катар арабские эмираты источники нефти что там действительно много зла происходит и терроризм спонсирует и все что хочешь делают и прав человека там реально никогда не было только у богатых людей там много богатых но также много нищих рабов так ли это все-таки я склонен думать что здесь идет разговор о том мировом зле и там где есть много зла есть много темноты денег и не то что деньги есть темнота но у темноты есть много денег и данные стихи все равно напоминают нам что ты не можешь ради денег хотя они имеют определенную ценность в жизни каждого из нас продавать все смотрите что является источником вашего заработка не поддерживайте дела тьмы господь дает нам ориентации некоторых случаях лучше сказать нет некоторым вещам знаете мои мессианские евреи и в шаббат мы советуем нашим людям избегать работы есть какие-то вещи которые можно делать шаббат когда особенно ты спасаешь жизнь другого человека но некоторые говорят семью кормить надо вот предложили двойную ставку если я выхожу в шаббат вы знаете можно нарушить некоторые заповеди и какие-то вещи как бы получится более успешными я уверен что все через такие вещи проходили все-таки писание ориентирует нас на то что есть вещи которые обогащают зло или злом обогащают других и очень важно стремиться к добру я продолжаю так воздайте ей тем чем она воздала вдвойне за дела ей отплатите вдвое крепче вина и в чашу налейте интересно что здесь срабатывает принцип торы мера за меру и очень часто многие добрые люди иногда бывают соблазнены тем что видят злого или злых в преуспевании и думают как такое может быть вот люди действительно грешат а у них вот все классно вы знаете не вы не я никто-то другой не исключение из того списка и мы в псалмах читаем псалмопевец пишет я однажды надломался я посмотрел как бесчинно поступает злодей и как он благоденствует а я нуждаюсь и потом этот псалмопевец вдруг говорит но потом я зашел в откровение из взглянул на их будущее и я не пожалел о том что блюду святость я хочу сказать в этом есть очень большой смысл сколько славилась и роскошства сколько столько дайте ей муки и горя потому что она говорит всем сердце я сижу как царица не вдова и горе я не увижу вот почему напасть ее придут на нее в одночасти смерти горе и голоса жена она будет в огне потому что могуч господь бог ее судивший и будут плакать и горевать они цари земные жившие с ней в разврате и роскоши когда увидят дым от ее пожара и стоя в отдалении и ужасая с ее муком будто не говорить горе горе столица великая вавилон столица могучая кара твоя пришла в одночастие и купцы плачут и и горюют они потому что уже никто не покупают ее товаров груза золото серебра драгоценных камней жемчуга тонкого льна и так далее и тому подобное если бы это было нефть наверное было бы перечислено нефть но здесь перечислены самые разные товары это то чем иной раз зло может побаловать нас если мы вот можем посмотреть здесь здесь как бы какие-то описанные излишества этой жизни это не значит что эти вещи нам не нужны и мы все покупаем и продаем и когда человек женится дарит кольцо и там серьги одевают и одежда должна быть из нормального этого но все-таки если мы почитаем 11 12 13 главы они как бы показывают больше избыточность алчность и они говорят и она продавала продает пшеницу и белковый овец коней тел и душ человеческих то есть зло повинна не только в том что продается прокупается излишества или предметы роскоши какой-то но в том что это все за счет душ человека и не стоят даже перед тем чтобы продавать человека в рабство или плодов которых душа твоя жаждала не стала у тебя весь блеск и богатство твое погибло у тебя никогда их больше не будет и вот мы читаем дальше все вот это вот приходит в одночасье в ничто тора проговорила мера за меру и капитаны мореплаватели я просто хочу сократить потому что здесь примерно одинаковый текст говорит о тотальном возмездии творящим зло света в светильнике в городе больше никто не увидит голоса жениха и невесты больше никто не услышит потому что купцы твои были вельможем и мира потому что ввели вело в обман все народы твое чародейство и потому что кровь святых и пророков и всех кто убит на земле в городе этом очень интересно я хочу на минутку вернуться назад в семнадцатую главу там где описание до гибели этой вавилона блудницы и увидел что женщина пьяна от крови народа божьего и крови свидетелей ешуа вы знаете здесь уместно заметить одну интересную вещь некоторые говорят и я слышал на своих семинарах не однократно как мне говорили он ты вот учишь про вавилон анти вавилон а какое у нас вообще дело до вавилона во первых это там далеко а во вторых того вавилона который был уже нету это вавилонская башня на самом деле все что то было реально нету но последствия зла они актуальны до сегодняшнего дня и вот откровение говорит такие слова то что она упивается кровью народа божий и кровью свидетелей ешуа то есть по сути откровение она обвиняет в убийстве свидетелей ешуа которые даже сегодня погибают в странах среднего дальнего ближнего востока в индии в местах где преследуют верующих людей за их веру исповедание имени господнего откровение и она обвиняет великую блудницу зло вавилон то есть по сути с одной стороны господь уничтожил своим смешением с небес в ту бавилонскую башню россии восстановлю это строительство как некоторые археологи говорят также не только там было смешение там был пламя огня потому что остатки той башни опалены как будто многотысячная температура сжигала их но по сути вавилон зло оно распространено это в мире в выражении агрессии атакует до сегодняшнего дня верующих тех которые исповедуют имя господа ешуа господа иисуса миссии и и для внешних же она часто становится чем-то прельстя прельщающим но вот 19 глава очень четко описала величайшие суды когда все просто приходит в ничто 19 глава потом я услышал слова слов словно бы гул огромные толпы в небе восклицающий аллилуйя слава богу мы уже ушли от этой 17 и 18 главы которая только о каких-то катаклизмах говорила и сейчас писание показывает какой-то духовный мир который ликует слава и спасение у бога нашего потому что верны и правы его приговоры он осудил великую развратницу за то что вся земля раз пришел за что на всю землю расстрелила своим развратом вот наконец-то антивавилон побеждает вавилон и это вмешательство господа бога здесь опять все эти ангельские вкрапления нам сложно истолковать все это но если мы читали книги еноха или книгу юбилеев то мы можем увидеть какие-то определенные параллели с этими книгами и вот здесь она все читаем а он воздал из-за кровь своих слуг и вновь толпа воскликнула аллилуйя и дым ее поднимается веки веков 24 старейшины и четыре существа пали ниц преклоняясь пред богом сидящим на престоле амен аллилуйя опять мы видим каких-то небожителей и здесь 24 старейшины я не уверен что это 12 апостолов и 12 глав колен израиль 12 сыновей иакова я думаю что это 24 каких-то небесных существа и мы когда-то уже учили что небесное мироздание она наполнена разными небожителями и это вот одни из них и раздался голос престола говорящих хвалите бога нашего все слуги его все чтущие бога и малые и великие и услышал словно бы гул огромной толпы решим водопада или грохот могучих громов говорящий аллилуйя ватарил воцарился господь бог бог наш содержитель будем радоваться и ликовать воздадим ему славу потому что у ягненка свадьба здесь мы видим следующий этап когда происходит брак между машиахом и его людьми и опять таки я должен сказать это аллегория потому что брак когда двое соединяются становятся одной плотью здесь же описываются человеческим языком какие-то духовные вещи когда-то я учил на тему как кто-то посмеялся однажды вот в танахе написано что творец сочетался с израилем а мессия сочетался с церковью и даже была такая насмешка или усмешка вот как бы отец женился и сыну невесту тоже нашел на самом деле брак в священных писаниях это аллегория духовное воединение и тут нет разных невест и не с разных женихов это все гармония когда приходит полнота божьего совершенного правления тогда в правильном месте оказываются люди и сторгается из их среды из их внутренности всякое зло и они видят мир в реале они приближаются к творцу потому что больше ничего не разделяет их с ним и как написано в одном из псалмов то что немного унизил ты человека перед собою это значит что человек вдруг придет в то великое достоинство восстановленное твоей божьим суверенным владычеством чтобы мы люди могли приблизиться к богу и это образ который вот здесь написан через брак когда будет соединение с машехом написано в другом месте и будем подобны ему эти вещи больше духовные про них не вполне корректно рассуждать в каких-то образах человеческих и он пользуется языком который ему дан и это просто дает нам какие-то просто переживания чувства невеста его уже подготовилась ей дана одежда тонкий лен блестящий чистый потом он не говорит запиши счастливы те кто попал на и к ягненку на свадебный пир и говорит мне вот истинные слова бога я полниц к его ногам чтобы преклониться но он сказал мне смотри не для ангел горит не поклоняйся мне такой же слуга как и ты и свидетельствую об ешу поклонись творцу ведь свидетельство ешу это дух пророчества мы в 19 главе 11 стих и я увидел раскрытое небо вот белый конь всадник на нем его называют верной истины там а шеях возвращающиеся в силе он судит и воюет по справедливости его глаза как пылающий огонь на голове у него множество корон то есть разные духовные существа признали в нем господство и даже люди у него именно написано на нем которого никто не знает кроме него самого возможно этот тетраграмматон сложно понять тетраграмматон это то имя с которым господь открылся муж и он говорит с этим имя не открываюсь тебе с именем эль-шедай открывался аврааму а с им это имя он не познал но тебе даю и вот здесь она опять по всей видимости это она про него на про это имя сказано на нем плаща крашены кровью имя которым он зовется слово божье небесное воинство следовало за ним на белых конях одетые в тонкие белый лен то есть это все описание какой-то славы и увидел я ангела 17 стих стоящего на солнце и он говорит громким голосом птицам и собирайте сюда на великий ужин у бога будете есть мясо царей военачальника воинов мясо коней и всадников здесь опять идут какие-то вещи которые не то есть можно их перевести на армагеддон но очень сложно истолковывать и увидел я что зверь цари земли их войска собрались чтобы вступить в войну со всевышним и его войском кто может сражаться с господом богом и как но только представьте себе иллюзорную какую-то картину танки получище против кого он же не видим а если видим то его дыхание сотрясает горы что против этого всего поэтому я не уверен что я могу достойно пояснить эти слова написано зверь был схвачен с ним лже пророк совершавший пред ним знамение которые он вел обман те кто поставил себе клеймо зверя поклоняющийся его изображению оба они были брошены живыми в озеро горящий огнем и серой остальные были убиты мечом всадника исходящего из его уст и все птицы насытились их мясом суды суды и опять суды но суть этого урока что давайте мы непонятные вещи прочитаем и дадим духу и обстоятельства вместе толковать мы же будем уклоняться зла чтобы не быть соработниками вавилону но чтобы в добре поддерживать антивавилон чтобы своей верой в ешу укреплять божий народ в той стратегической борьбе которую творец проводит нам не нужно тыкать в духовный мир палками это никому ничего не дает никого ничего не щекотит но когда мы живем праведно соблюдая заповеди сражаясь со своим бессилием иной раз наставляя себя и направляя поддерживая других спасает греха от гибели помогая бедным этим мы достойки достигаем победы этого желаю вам благословение вам всем благословение встретимся потом заключительными 20 21 22 главами откровения чтобы закончить эту книгу а пока благословение вам большим еще а машех миссианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о миссианстве и шо а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w точка азис дефис медиа точка тв азис дефис медиа точка тв